Сегодня у нас довольно большая тема, мне придется говорить довольно быстро, правда, надо сказать, что, как я понял, готовясь к этой лекции частично, первая ее половина, первая часть будет повторять материал той лекции, которая уже была у нас на лектории, а вот интересно, кстати, небольшой соцопрос. Кто из здесь присутствующих был на первой лекции этого года? Поднимите руки. Половина, да, примерно. Ну, хорошо. Но, тем не менее, в повторении моего изучения давайте двигаемся, где мы говорим, как мы говорим. Еще раз покажу вам обложку книги, которую я уже показывал на первой лекции, просто чтобы показать, откуда взялось название. Книжка довольно интересная, я советую ее прочитать. Ну, и я выбрал это название, которое служит заглавивой этой книжки для своей. Все же такие микробы. Многие внести техническому научного языка считают, что этот термин вообще не надо употреблять. Но он достаточно широко употребляется, как видите. В научно-популярных книжках, ну, во всяком случае, в обыденной вещи тоже. Ну, и по логике вещей это должны быть все, кого просто не видно невооруженным глазом. То есть все организмы леча, грубо говоря, там 1,5 мм. Но к микробам обычно не относят животных, хотя бывают такие мелкие животные. Часто считают, что вирусы это тоже не микробы. И тогда остаются бактерии, археи, архисти и грибки. Кто такие археи, мало кто знает, поэтому про это я скажу несколько слов. Оказалось, что среди организмов, которые раньше назывались бактериями, есть две очень непохожие друг на друга группы. То есть внешне-то они похожи, поэтому никто их не различал. Но только в 70-е годы, с появлением новых методов в биохимии и молекулярной биологии, выяснилось, что некоторые бактерии это вовсе не бактерии. И даже не родственники близкие бактерии. И вот человек, который сделал это самое крупное открытие в систематике за все время ее существования, показан на этой фотографии. Вот так он выглядел, когда сделал открытие. Открылся в том, что они не тот же человек, а на фотографии. Они отличаются прежде всего по своему химическому составу, по составу своих генов, по строению оболочек своих клеток. И одно из других свойств их состоит в том, что среди них есть эмбион для животных, но нет, по-видимому, ни одного паразита. Неизвестна ни одна болезнь животного или человека, возбудителем которой были бы археи. А вот друг на друге они как-то показанно могут расти. Вот эти маленькие клетки, вообще чуть ли не самые маленькие, свободно живущие в четверть микроны диаметром, растут на других археях при температуре, при которой любое животное сварилось бы, при 90 градусах, почти 50 градусов. Здесь показано довольно сложное генетическое древо, которое отражает фотоэволюцию. Мы сейчас не будем на него сильно отвлекаться, но вот на что обратите внимание. Вот это вот бактерии, вот эта веточка идет к археям, а вот эта веточка – это эукариоты, к которым относимся мы с вами, растения и грибы. Кто наш более близкий родственник, археи или бактерии? Археи. Археи, конечно. Понятно, что наш общий предок, да, наш общий предок с археями жил позже, чем общий предок наш и бактерии. Более того, археи и бактерии тоже, может быть, не такие уж близкие родственники. То есть оказалось, что хотя археи внешне похожи на бактерии, это прокариоты, у них нет ядра, но это более близкие наши родственники. Ну и больше мы про них почти не будем говорить, хотя еще немножко и помню. Если все-таки относить к микробам вирусов, как нередко делают, то оказывается, что многие микробы действительно очень-очень маленькие, вирусы очень маленькие. 100 нанометров – это 1,1 микрометра, 1,1 микрона, 100 нанометров – это 1,1 микрона, а микрон – это 0,001 миллиметра. То есть диаметр какого-нибудь среднего размера вируса, вроде вируса гриппа – это 1,001 миллиметра. Это очень мелкие размеры, конечно. Бывают, правда, и более крупные вирусы, вот, например, вирусов, бывают даже гигантские вирусы диаметром в 500 нанометров почти в микрон. Что касается бактерий, то расспрос размеров у них еще больше. Большинство бактерий примерно вот такие. А видите, какая тут масштабная линейка – 10 микрон – 0,01 миллиметра. Вот это 0,01 миллиметра. То есть средний диаметр клеток бактерий – 1 микрон. Но бывают бактерии и гораздо более крупные. Вот, например, циан-бактерии обычно вот такие. Их размеры клеток уже близок к размеру наших клеток. А изредка встречаются гигантские бактерии. Вот тут показана поверхность клетки самой большой бактерии диаметром почти в миллиметр. Ее видно невооруженным глазом, даже в несколько миллиметров. Что касается одноклеточных эукалиот протистов, эту картинку я вам уже показывал, размеры их сильно различаются. Они могут быть и довольно мелкие, размером с крупную бактерию. И очень крупные, видимо, и вооруженным глазом. То есть выходящие за пределы размеров настоящих микрон. Ну а при чем тут животные? Оказывается, животные все-таки тоже бывают сравнительно крупными. Самое удивительное, что такими маленькими, что их почти не видно невооруженным глазом, бывают не только какие-нибудь червяки. Это еще не так удивительное. Но даже насекомые, самые маленькие насекомые, жуки и наездники, имеют размеры около 200 микрометров, 1,5 миллиметра. Такие жили чуть меньше, чем в их узоре тут. Тем не менее, они как-то учитряются оставаться насекомыми, ведут себя как насекомые, но и для изучения это отдельная интересная тема. Значит, про животных мы будем говорить на следующей лекции. Ну и мы уже говорили с вами на первой лекции, что микробы сыграли очень важную роль в эволюции жизни на Земле. Примерно половину всего времени существования жизни в Земле вообще никто не жил, кроме микробов, бактерий, аккей, кроме прокариот. Поэтому можно сказать, что именно они создали биосферу. Как мы опять-таки обсуждали, жизнь на Земле возникла в виде экосистем, причем это были именно бактериальные, прокариотические экосистемы, в частности, бактериальные маты и стромотомиты. И важно, что в этот первый этап эволюции жизни на Земле, ну, клеточной жизни, потому что что было до того, как появились первые клетки, никто вообще не знает точно. Бактерии изобрели все мысливые и даже немысливые для нас способы обмена веществ и все биохимические реакции. В этом смысле они гораздо разнообразнее. Животных, растений, вообще эукариот, не надо тут творить, это мы разбирать не будем, да? Надо только понимать, что они очень умелые биохимики. Они могут любые вещества там как-то использовать, превращать, есть, синтезировать, разлагать. Такое же вам не снилось. И, в частности, поэтому они могут жить в самых экстремальных условиях. 90 градусов Цельсия это еще не предел. Оказывается, есть бактерии, которые живут на дне океана, рядом с вот этими горячими источниками, черными курильщиками, при повышенном давлении, температуре даже выше 100 градусов. Казалось бы, любая мембрана должна разрушиться, любые белки должны денатурировать, но ничего подобного. Они могут, другие археи, вот такие, галобактерии, жить на поверхности почти что твердой, пропитанной водой соли, или в насыщенном солевом растворе отрашивать соль в такой красивый розовый ловый цвет. Это виноваты бактерии, только это на самом деле археи. Они могут жить довольно крепко в растворе кислоты, такой же кислотности, как лимонный сок примерно. Могут жить в лимонном соке. Но к этому, правда, способны и грибы, не только бактерии. Некоторые из них выдерживают дозу радиации, это я вам еще не говорить с вами, но, наверное, что-то скажет, если я скажу, что смертельная доза для человека – это 5-грейб. Они выдерживают дозу в 2000 раз больше, чем смертельная доза радиации для человека. Эту бактерию я посмотрел. Интересным образом довольно-таки открыли. Проверяли, нельзя ли стерилизовать мясо, чтобы оно долго хранилось, с помощью проникающей радиации. Облучить его большой дозой, все бактерии подохнут, и потом это мясо будет храниться, как консервы. Не надо будет тратить деньги, у него замораживали. Облучили тонну мяса, подождали некоторую, и оно сгнило. Оказалось, что вот эти вот бактерии выдержали такую гигантскую дозу и испортили. Так что номер не прошло. Да. Ну и, конечно, для того, чтобы жизнь существовала в это время, когда на Земле жили одни бактерии, там должен был существовать круговорот веществ, в том числе круговорот органических веществ. Эта картинка тоже была, только там сверху было нарисовано солнышко, как главный источник энергии, но сейчас так она и есть. Но сначала, на первых этапах, солнышко было, видимо, не нужно, потому что бактерии использовали энергию химических реакций для того, чтобы синтезировать органические вещества. Такие бактерии археи называются хемоавтотропные, хемосинтетики. Они и сейчас существуют. В частности, существовали и существуют в некоторых местах и сейчас вот такая важная группа археи, которые могут, используя водород и окисляя его углекислым газом, это единственная группа организмов, которые правда дышат углекислым газом, действительно дышат с помощью кислорода, выделять метан. При этом они синтезируют органику, а выделяющийся метан могут употреблять некоторые другие бактерии и тоже получать таким способом органику. Так что мог существовать вот такой круговорот веществ органических с участием метана. А для нас еще важно, это нам понадобится, что метан – это сильный прониковый газ. А что такое прониковый газ? Кто знает, скажите. А какой еще есть прониковый газ? Крометана, да? Углекислый. Углекислый. Углекислый газ. А что значит прониковый газ? Что это значит? Вы не слышали про прониковый эффект? Глобальное потепление, да? Вот, например, на Венере очень много углекислого газа. И водяного пара, видимо, да. И когда часть энергии от Солнца приходит на планету, она… Да, световые лучи проходят, видимый свет проходит, нагревают поверхность планеты, а дальше? А инфракрасные уже… А инфракрасные, которые отражаются от поверхности Земли, не проходят, да? Это же хотели сказать. Да, из-за поглощения вот такими прониковыми газами. Почему они называются прониковые? Потому что то же самое происходит в пронике. Видимый свет через стекло проходит, нагревает парник. А инфракрасные лучи, которые отражаются от почвы, не проходят, и в парнике растением тепло. Значит, чем больше в атмосфере парниковых газов, тем выше температура. Когда в атмосфере было много метана, то, по-видимому, температура была довольно высокой. Раньше думали, что вообще 100 градусов, но теперь похоже, что все-таки не 100, а 50. Ну, тоже как-то неуютно. При 50 или 60 градусах жары. Но археевым бактериям это нормально как раз. Ну, а потом бактерии изобрели фотосинтез. Сначала он шел без участия, без выделения, точнее, кислорода, потому что вместо воды использовался сероводород. То есть, и кислорода выделялась сера. Потом царобактерии, синизионные водоросли, изобрели кислородный фотосинтез. А при кислородном фотосинтезе синизовой кислородой воды синтезируются органические вещества, сахар, глюкоза, и выделяется кислород. А что раньше в атмосфере его не было? По-видимому, почти совсем не было. Это нам трудно представить себе, как можно жить без кислорода. Бактерии совершенно спокойно могут жить без кислорода. Мы получаем с помощью кислорода энергию, с помощью наших митохонных. Но это не единственный способ. До этого большинство организмов получали энергию с помощью так называемого брожения. И сейчас многие бактерии так живут. Там, где никакого кислорода нет, они называются анаэробы. А мы с вами аэробы, мы дышим кислородом. И к этому способны не только бактерии, но и, например, дрожжи. Они могут жить за счет брожения. И даже некоторые животные. Например, дрожжи, если нет кислорода, разлагают сахар не до углекислого газа и воды, как при дыхании, а до спирта и углекислого газа. И это использует человек. Называется спиртовое брожение. Ну вот. Ну, начал постепенно появляться кислород. Вот где-то 2,2,5 миллиарда лет назад его концентрация стала расти. Довольно быстро выросло до примерно 5% под современный или выше. Вот здесь показывают. Да, даже выше. Тут, правда, шкала какая-то высокая. Грифмическая. Потом почему-то произошел вот такой резкий провал. Ну, а потом она еще раз повысилась в эмбрийском периоде. Самая высокая была в каменно-окольном периоде. Вот сейчас составляет, как не трудно догадаться, 100% от современной. А, тут процент. Значит, вот здесь 10%. Почему насыщение кислородом происходило постепенно? Сначала им насытилась атмосфера, потом постепенно воды океана. Вот видите, до дна он насытился кислородом довольно поздно. Только времени прошло. Почти 2 миллиарда лет. Потому что в воде океана были растворены такие химические вещества, с которыми кислород взаимодействовал, вступал в химические реакции. Окислял их. Ну, что можно окислять? Например, железо, получается ржавчина. Поксид железа. Вот растворенное в водах океана железо очень долго поглощало этот кислород. И только когда все оно превратилось в ржавчину, осело на дно, кислород насытил и атмосферу, и океан целиком. Ну, и с нашей современной точки зрения, какие-то такие хорошие микробы, которые делают для нас кислород, цианобактерии, убедили плохих, которые делают метан. А метан мы использовать не можем. Ну, можем, как горючий газ. Но на жизнедеятельности не можем. И при этом оказалось, что они чуть не погубили все живое на Земле. Потому что вскоре после того, как произошло резкое увеличение количества кислорода, Земля целиком покрылась толстым слоем снега и льда. Превратилась в снежок. Где в это время существовала жизнь, как она пережила это огромное, действительно, глобальное леделение, точно неизвестно. Почему Земля, в конечном счете, оттаяла, тоже непонятно. Ну, по-видимому, потому что очень сильно в какой-то момент начали извергаться вулканы, немножко растопили этот лед, и потом он уже растаял постепенно. А вот что более-менее известно, это почему произошло это леделение. Почему так случилось? Дело в том, что вот эти вот метанообразующие бактерии, да, не могут жить в присутствии кислорода. Он для них ядовит. И когда концентрация его повысилась, то синтез метана резко замедлился. Количество метана, которое выделялось в атмосферу, резко упало. Вы помните, что метан – это парниковый газ? Парниковый эффект от метана исчез. Кроме того, бактерии не успевали разлагать органику, и концентрация углекислого газа тоже резко упала, и Земля заверзла. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, в конце концов, она, к счастью, оттаяла, хотя еще было несколько случаев уже более поздних, когда она, видимо, почти целиком замерзала. Потом снова отмерзала обратно. И зато благодаря этим событиям смогли появиться мы с вами. Мы, в смысле, у кориона, более сложно устроенные клетки. Бактерии сделали для нас кислород и дали нам возможность дышать. Археи стали нашими предками. Аэробные бактерии научились использовать кислород для получения энергии, стали нашими митохондриями. Аэробные бактерии превратились в флоропласты и создали растения. Кроме того, когда в атмосфере накопился кислород, то часть его превратилась в озоновый экран. Озон имеет формулу О3. Он состоит из трех атомов кислорода. И он задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца. Ультрафиолетовый свет почти не проходит сквозь воду в глубже 10 см, если она прозрачная. Поэтому без озонового экрана можно было жить в воде. Но на суше до этого жизнь была невозможна, потому что ультрафиолетовый свет, сильнейший мутаген, он просто разрушал фактически ДНК любых живых организмов. Так что они, кто они, цианобактерии, создав кислородную атмосферу, еще и создали слой озоновый экран и дали нам и другим живых организмам возможность жить на суше. Ну и часто говорят, что бескислородная и прокариотическая биосфера превратилась в кислородную и эокариотическую, где животные, растения, грибы играют мгновенствующую роль. Вот я посмотрел много картинок, как изображают биосферу, не только таких шуточных, но и более серьезных. Но у многих из таких картинок вообще нет бактерий, вообще нет микробов. Изображены животные, изображены растения, и как будто биосфера целиком состоит из животных и растений, которые растут на суше, плавают по морю, ну и в почве какие-то дождевые червяки еще полные. На самом деле вы понимаете, что это, конечно же, не так. Бактерий осталось достаточно много, а насколько много, вы еще недавно даже не подозревали. Только недавно научились вылавливать из морской воды самых мелких цианобактерий. Вот видите, это 0,1 микрон. Диаметр клетки даже меньше 1 микрона. Это значит, что эту клетку практически не видно в световой микроскоп. Если возьмете пробу воды и просто будете ее рассматривать в микроскопе, вы их просто не заметите. Сейчас их научились вылавливать, считать с помощью довольно сложного оборудования. И оказалось, что количество этих цианобактерий огромное. В одном миллилитре, миллилитр это кубический сантиметр, в одном кубическом сантиметре 100 тысяч штук. Сколько же их всего в океане? Но они живут, правда, только в верхнем слое, потому что они питаются за счет фотосинтеза. Но оказывается гигантское количество. Примерно 1 миллиард тонн. Я вот посчитал, сколько это в тоннах. Это 1 миллиард тонн. Мы пока, правда, не понимаем, много это или мало. Еще более мелкая батарея. Тут 100 мм. Значит, диаметр у нее примерно такой же, но она тонкая такая, как колбаска. Объем гораздо меньше 1 микрона. Их еще в 10 раз больше. 10-28. Наверное, это еще 1 миллиард тонн примерно. А много это или мало? Нет, оказывается, это не очень много, если учесть, что биомасса растений суши примерно 2400 миллиардов тонн. То есть этот миллиард это вроде бы какая-то очень небольшая часть, да? И при этом на слайде про эту ценную бактерию было написано, что она потеряет атмосферу чуть ли не 20% из кислорода. Как же так? Растений в 2500 раз больше, а кислорода они делают всего в 4 раза больше. Почему? Тут надо сказать несколько слов про роль мелких размеров бактерий. Вот смотрите. Предположим, наша клетка. имеет диаметр 1 сантиметр для простоты. Кубик. Какая-то такая, теоретическая клетка. Значит, кубик, ребро его 1 сантиметр. Какой у него объем? 1 сантиметр кубический. 1 сантиметр кубический. Правильно, да? Какая у него площадь поверхности? 6. 6, молодцы. Быстро соображаете. 6 чего? Сантиметров квадратных. Значит, на 1 сантиметр кубический. На 6 сантиметров квадратных, да, приходится 1 сантиметр кубический. Или на каждый, значит, кубический сантиметр приходится 6 квадратных сантиметров площади поверхности. Ладно, сделаем из этого кубика кубики в 10 раз меньшего размера. Пусть будет 10... А, мы не стало ночи. Плохо ночи. Пусть у нас клетка будет 10 сантиметров. Диаметр. Ребро кубика 10 сантиметров. Так лучше. Так это нам лучше. Значит, 1000 кубических сантиметров. А площадь поверхности? 600. А площадь поверхности? 600, да, получается. 10 на 10 и на 6. 600. Значит, 600 поделить на 1000. Да? 6 десяток. Отношение поверхности к объему. Вот так идет. 6 десяток. Значит, если 10 сантиметров, то звездную на В равняется 6 десяток. Правильно? 6 десяток. Теперь посмотрим, что будет, если возьмем 11 сантиметров. Да? Значит, площадь 6 сантиметров квадратных подъем 1 сантиметр кубический. Вот смотрите. Другое число получилось. Здесь получилось 6 первых. 6 сантиметров. 6 сантиметров. 6 сантиметров. 6 сантиметров. А если мы возьмем, ну давайте попробуем посчитать. 0,1 сантиметр. Будет излишне легко. Объем 0,1 на 0,1 на 0,1. 0,0,0,1, да? Это 1,000. По площади поверхности 1,10 на 6. Верно? 0,6. А кто умеет хорошо делить и умножать? 0,6 поделить на 2,0, это, наверное, все равно 6 сантиметров кубический, да? 6 сантиметров. 6 сантиметров. 600 единицы. 600. Чего только надо писать? Сантиметров квадратных на каждый сантиметр кубический. А здесь было 0,6 сантиметров квадратных на каждый сантиметр кубический. А здесь было 0,6 сантиметров квадратных на сантиметр кубический. Вот эта величина называется относительная площадь поверхности. И если форма тела одна и та же, ну а клетка она похожая. Все похожи на шарик, на кубик. Но чем меньше размер клетки, тем больше относительная площадь поверхности. То есть число единиц поверхности на каждую единицу объема. Понятно, что мы посчитали? Сколько поверхности приходится на каждую единицу объема. Здесь это иначе объясняется. Если мы этот кубик разделим на маленькие кубики, то объем останется тем же, а площадь поверхности всех граней, конечно, очень сильно возрастет. Это понятно? Значит, если мы возьмем 100 маленьких кубиков там, то их общая площадь поверхности будет во много раз больше, чем у большого. Можно посчитать, поскольку. Это понятно? Бактерии очень маленькие. У них очень большая относительная площадь поверхности по сравнению с нашими клетками, или тем более с нами. А значит, они могут потреблять гораздо больше пищи и вырабатывать гораздо больше энергии. Потому что пищу они поглощают всей поверхностью тела, всей поверхностью клетки. Вот я нашел такую оценку, правда, эта оценка не очень достоверна, они сильно варьируют, что каждый килограмм человека в покое вырабатывает 1 ватт энергии. Значит, если человек такой здоровый и весит 100 килограмм, он вырабатывает 100 ватт. Что такое 100 ватт? Понимаете? 100 ватт. Это лампочка обычная, не дневного света, а обычная, яркая. Ярко-горячая лампочка. Если человек лежит в покое, то он нагревает комнату примерно так же, как яркая лампочка. Выделяет столько же энергии, столько же тепла. А если мы возьмем килограмм бактерий, то они могут вырабатывать 1000 ватт энергии. В 1000 раз больше. Если мы возьмем 100 килограмм бактерий, то они будут нагревать комнату, как 1000 лампочек. Представляете? Накаливание. В такой комнате, наверное, может и вода закипеть. Не случайно, поэтому иногда, когда в глубине торфа, навоза или сена много бактерий, то он нагревается так, что начинает дымиться. А если потом эту кучу разворошить, то она может даже загореться. Значит, они потребляют гораздо больше энергии и выделяют гораздо больше тепла. Кроме того, они гораздо быстрее нас размножаются, очень активно делятся. Поскольку они маленькие, их легко переносит ветер в виде спор на огромное расстояние. Они могут жить в самых крошечных щелочках, в том числе в горных породах, как мы сейчас увидим. И, наконец, они могут незаметно проникать в организмы животных, человека и растений. Только недавно появилась возможность просверлить глубокую скважину в океанском дне. Для этого сделали специальное судно, которое может опустить бурную глубину 5 км на дну океана и пробурить еще полтора километра вглубь. Оказалось, что даже на глубине нескольких сотен метров, где уже нет никакого ила, никаких донных осадков, где сплошной базальт, горные породы, в трещинах этого базальта живут бактерии археи. И если посчитать, сколько их там, то получится, что под всем дном океана их уже не 1 миллиард тонн, а 90. Просто это уже гораздо более серьезная биомасса. Как видите, больше, чем вся биомасса живых организмов в воде и океана. Ну а если посчитать общую биомассу бактерий на нашей планете, то, может быть, окажется, что она такая же, как у растений, или даже у всех живых организмов вместе взятых. А эти вещества у них идут в тысячу раз быстрее. Так что мы и сейчас живем на планете пекробов. Ну а дальше мы переходим ко второй части. Вот такой замечательный организм, как наш. Температура 37 градусов, а многие бактерии могут жить и при 50, даже при 90. И только археи. Полно питательных веществ, жира, белков, сахара, аминокислот. Замечательные условия дороста и размножения бактерий. А поскольку их полно вокруг, в любой точке земного шара, за исключением жиров действующих вулканов, то совершенно непонятно, почему они всех нас не съели. Ну то есть, конечно, потом, когда мы умрем, они нас съедят, в конечном счете. И при жизни, конечно, тоже некоторых съедают и убивают. Но все-таки большинство людей выживают почему-то и умирают от этих бактерий. Почему у нас у всех не съели бактерии, паразиты? Как вы думаете? Какие есть идеи? Да. Это правильное соображение, первое и второе. Хотя второе не играет такой же большой роли, потому что, конечно, за сутки, например, у нас попадают всегда миллионы бактерий. И если бы любая бактерия могла нас убить, то мы давно бы умерли. Но нас защищает иммунитет. Еще какие есть идеи? Да. Не все бактерии болезнетворные. Не все бактерии болезнетворные, но многие из них болезнетворные, да. Кожа. Кожа защищает нас, но у нас есть слишком тонкие участки кожи, например, легкие. Мы же вынуждены дышать, бактерии, в виде спорта, попадают внутрь, и там они могут проникнуть дальше в кровь. Может, там есть другие бактерии? Конечно, мы говорили об этом. Надо защищать другие бактерии, хорошие. Ну и, наконец, иногда, в наши дни, нам все-таки помогают лекарства. Хотя они появились и недавно. Большинство из них. Чуть-чуть повторим то, что мы говорили раньше. Мы немножко расширим это. В нашем теле в основном на коже и толстом кишечнике живет такой килограмм настоящих бактерий, а ты. А если посчитать весь объем митохондрий, а помните, что это тоже бывшие бактерии, то надо добавить еще 3 килограмма. Клеток бактерий в нашем организме в 10 раз больше, чем наши собственные. А если посчитать, сколько разных генов у всех этих бактерий, то окажется, что их генетическое разнообразие уже в 500 раз больше, чем наши собственные. И эти бактерии действительно относятся к множеству разных видов. Сколько их, точно никто не знает. Большинство из них не удается культивировать, к сожалению, вне организма человека, поэтому обнаружить их смогли только когда начали выделять и изучать ДНК. И состав очень сильно различается у разных людей. И даже на разных участках тела одного человека. Вот тут показаны разные систематические группы бактерий. И выяснилось, что на разных участках кожи они совершенно не одинаковые. Ну, как мы уже говорили, они играют очень важную роль в нашем отмене веществ, в работе иммунной системы. В частности, они синтезируют для нас некоторые витамины и другие полезные вещества. Помогают переваривать клетчатку, которую сами мы переваривать не можем. Выделяют другие питательные вещества и дают нам не так уж мало калорий. И, видимо, до 10% калорий мы получаем не от съеденной пищи, а тем бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Но самая главная их роль, конечно, заключается в том, что они защищают нас от инфекций, от других болезнетворных бактерий и грибков. В последнее время появляется все больше примеров взаимосвязи между составом бактерий в теле человека, раньше это называлось микрофлора, а теперь это называют микробиота человека, и совершенно неожиданными свойствами или процессами, которые идут в нашем организме. Ну, казалось бы, какая взаимосвязь между бактериями и тревожностью, или тем более таким заболеванием, как аутизм? На самом деле эта взаимосвязь может быть и причинно-следственная, потому что часть бактерий, которые живут в кишечнике, сами вырабатывают нейромедиаторы, вещества, с помощью которых общаются наши нервные клетки. Остальные могут косвенно влиять на выработку нейромедиаторов и таким образом влиять на работу нашего мозга. То, что корреляция между составом бактерий кишечника и этими болезнями существует, это точно установленный факт. А вот является ли эта связь причинно-следственной, это пока никому неизвестно. Если окажется, что такая связь существует, то состав бактерий кишечника является причиной таких болезней, как ожирение или жезоприния, то это откроет совершенно новые пути для лечения этих болезней, потому что на состав бактерий кишечника разными способами, в общем, довольно-таки легко повлиять. Этот состав можно изменить. Это уже сейчас пытаются делать. При лечении кишечных инфекций это дает прекрасные результаты, при лечении ожирения результаты более неопределенные, но удастся ли это направление развить, покажет близкое будущее. Так что во многом мы – это наши бактерии. Ими точно определяется то, как мы пахнем, а может быть и то, как мы думаем. Их изучение действительно только начинается. Ну вот показано, что у вируса СПИДа всего 19 белков, они взаимодействуют со 100 тысячами белков человека, и надо изучить все эти взаимодействия, их не так много. А вот у бактерий нашего тела 9 миллионов белков – это значит 9 миллионов белков. Они взаимодействуют со 100 тысячами наших белков. И пока мы изучим все эти взаимодействия, пройдет еще очень много времени. Так что работа на вашем воле останется. Ну, кроме этих хороших бактерий-защитников, и эти плохие болезнетворные бактерии, их тоже довольно велика. Как представлялось их действие до недавних времен, до средневековья, и даже до начала нового времени. Ну, в основном, конечно, как какая-то божья кара. Бог за что-то рассердился на людей и наслал на пасть. Стрелы не очень похожи на микробов, а вот что-то такое, что выливается из каких-то сосудов. Это уже больше относится к делу. Какие-то невидимые капельки жидкости, что-то такое опасное, разлитое в воздухе. Очень долго после того, как этим начали заниматься ученые, господствовала теория, что болезни вызываются миазмами, испорченным воздухом. А и человеку в смысле инфекционных болезней очень не повезло. Я думаю, что если сравнить его с любым другим видом млекопитающих, наугад взятым, то окажется, что разнообразия инфекционных болезней у человека гораздо больше. Каких только болезней нет, от кого только нельзя иметь заразиться, от других людей, от животных, получить их сокровырающие среды. Какими только путями они не передаются, с водой и пищей. Через капельки жидкостей в воздухе при кашле и чихане мы можем заразить другого человека бактериями. Через укусы насекомых, при половых контактах и так далее и тому подобное. Почему же у человека, по сравнению, например, с его ближайшим родственником, шимпанзе, так много инфекционных болезней? Я думаю, что если насравнивать с шимпанзе, то окажется, что у нас инфекционных болезней в десятки раз больше. Почему? Какие есть идеи? Животные шерсти для утепления. Ну, животные шерсти для утепления. Люди тоже вообще жили в Африке, в теплом климате до поры до времени. А когда они вышли из Африки, у них появились шкуры для утепления и ничего. А может, они в ситуации дольше на Африке? Эволюционируют дольше нашего. Да нет, у нас же были общие предки всего там каких-то 6 миллионов лет назад. Мы же произошли от общих предков. Эволюционировали одинаковое время от этих общих предков. Сам по себе дольше живет, поэтому чаще заболевает. Но вы знаете, еще совсем недавно человек жил примерно столько же, сколько средний шимпанзе. В не такой далекой древности средняя продолжительность жизни человека была меньше 30-ти лет. Про это мы еще поговорим, да? А может, потому что шимпанзе уже приспособилось к той жизни? Да человек тоже время приспособилось к такой жизни. Ну, допустим, там, не знаю, собирать ягоды, но это не может нормально. Человек, если у него уже не болеет. Ничего, шанс заболеть у шимпанзе такой же, если собирать одинаковые ягоды, и там одинаковые микробы, да? Да нет, вряды. Не думаю, чтобы количество или качество эндосембионков отличалось. Они нас защищают так же хорошо, как шимпанзе. Да мы еще недавно тоже жили так же и долго. А когда стали жить дольше, то от инфекций в первую очередь выгорали дети, а в общем и взрослые, и старики. Ну да, конечно, старики подвержены инфекциям больше, чем взрослые люди. Когда организм ослаблен, он больше шансов имеет. Но все-таки главное не в этом, да? Может быть, у шимпанзе более амитировали, они более... У каждого происходит свои мутации, у нас и у шимпанзе, и на нас и на них действует естественный отбор, да? Может, у них есть какие-то бактерии? Да нет, они нас примерно одинаково защищают. Что? Шимпанзе имеют путь. Ничего не понятно. Диким типом? Ну и люди являются диким типом, если они живут в Африке, да? Ну, где я могу больше, чем у шимпанзе, чем... Изменчивость человека, вы думаете, выше? Да, это и есть. Отчасти мы на правильном пути, теплее, но только геонетическая изменчивость у человека ниже, чем у шимпанзе. Как это неудивительно, да? Путешествия. Путешествия. Вот первое, что я услышал. Путешествия и что? Шимпанзе живут только в Африке, а люди... Да, и каждая в Сталии находится строго на своей территории. Да, какие-то. И поэтому у них, в принципе, происходит карантин. То есть... А, карантин, то есть они меньше контактируют друг с другом. Да, а сейчас... А люди постоянно перемещаются, общаются друг с другом. Да, это важно, это стало важно особенно тогда, когда людей стало много, и они стали перемещаться быстро. А еще... И еще один городаш создается. Большая плотность, большая численность, и болезням легче передаваться. Совершенно верно. А еще, да? Да. Обмен. То есть вы хотите сказать, что у человека более разнообразная пища, чем у шимпанзе, правильно? Да. Несомненно. Человек ест вообще все, что там можно, а шимпанзе только фрукты и овощи. А мы и мясо, и рыба, и все, что угодно, да? Ну, значит, правильно. Ну, скажем, что болезнь не совершенна. Он придет только у тех болезней, у всех человек, которые живет. Да, например, в Африке. А попал? А попал к нам. А попал куда-нибудь к нам, а там совсем другие болезни могут передаться ему от других животных. Да, он не совершенна. Правильно. В общем, мы догадались, до большей части. Давайте двинемся дальше, а то у нас времени не хватит на самое интересное. Человек расселился по всем природным зонам, где могут быть совсем разные возбудители, по всем континентам. Он питается очень разнообразной пищей по сравнению с любым другим видом влекопитающих. У него высокая численность, а значит и плотность поселения. И микробам легче передаваться от одного человека к другому. Это правда сейчас. Раньше так не было. Вот важный фактор, про который мы не упомянули. Шимпанзе бродят по лесу, они строят гнезда, но два раза не ночуют в одном и том же гнезде. А люди с какого-то момента начали жить оседла, и рядом с их жилищами накапливали всякие отбросы, помои, собственные экскременты, дальше мухи, и там возникала очень благоприятная среда для бактерий. Человек контактирует с гораздо большим числом видов животных, в том числе из-за того, что часть из них он одомашнил, а с другими контактирует из-за оседлого образа жизни. В наших жилищах и рядом с ними разводятся мыши, крысы, мухи, таракаты и так далее. И все они могут переносить инфекции, инфекционные болезни. Ну и, наверное, еще какие-то причины можно придумать. Вот, на самом деле, понятно, что есть еще одна причина, почему бактерии всех нас не съели. Им просто это невыгодно. Если паразит живет в хозяине и питается за его счет, то ему вовсе невыгодно убивать этого хозяина. Ему, наоборот, выгодно, чтобы хозяин жил. Поэтому, если болезнь возникла достаточно давно, и если болеют люди, то они умирают довольно редко. Сейчас мы про это поговорим. А все неприятные симптомы, которые связаны с инфекциями, в основном служат не для того, чтобы нас уморить, а только для того, чтобы обеспечить микробам больше шансов на передачу какому-то другому хозяину, следующему хозяину. И вот что довольно неожиданно может быть. Оказывается, что чаще, наверное, мы умираем и от того, что нас убивает микроб, а от того, что наша иммунная система слишком активно от него защищается, и от этой слишком активной реакции человек может умереть. Довольно неожиданно. Ну вот, ну и вот я начал говорить, что если болеют этой болезнью только люди, если болезнь появилась давно, если возбудитель эволюционировал вместе с человеком, то, скорее всего, небольшой процент заразившихся будет умирать. Болезнь будет протекать в такой хронической длительной форме, и большинство заболевших выживут, или во всяком случае, умрут после того, как они успели оставить потомство. А вот если этот возбудитель возник сравнительно недавно, и если кроме человека болеть могут и дикие животные, вот тогда довольно часто бывает, что такой микроб быстро убивает большой процент людей, в которых он проник. Сейчас мы это рассмотрим на примере конкретных болезней. Возьмем три достаточно важных и известных. Малерия, правда, его возбудитель не бактерия, а элкариот, протизм, малерийный плазмодий, туберкулез и чуму. Все, наверное, слышали название этих болезней, и это не случайно. Что оказалось в малерии? Оказалось, что мы болеем очень похожей в малерии с обезьянами. Самое похожее на нашу малерию в одном случае даже вызываемое тем же возбудителем, вот здесь, в юго-восточной Ании, правда, этот случай открыт недавно, у человекообразных обезьян. Самые близкие родственники наших паразитов, малерийных плазмодий, это паразиты горилл. И сделать этот вывод стало возможным при сравнении с ДНК, то есть довольно недавно. И отсюда следует, что люди, видимо, болели малерии, всегда, с самого момента возникновения человеческого рода. Возникла она в Африке, передалась человеку от гориллы, или от общих предков с гориллами, и с тех пор люди всегда, и в первой всей своей истории, болели малерии. А из Африки она распространилась на другие континенты во время человеческих миграций. Вот в Южную Америку, например, ее, видимо, совсем недавно завезли, когда начали возить туда черных рабов из Африки. До этого малярия обезьян там была, а малярии человека не было. Ну и действительно, от малярии умирает не такой большой процент заболевших. Не будет дело какое-то число. Малярия очень сильно повлияла на человеческий геном, на его гены, на его мутации. Может быть, кто-то помнит? Помните, вы говорили про серфалидно-плеточную анемию? Есть множество других мутаций, которые обуславливают полную или частичную невосприимчивость к малярии. То есть этот возбудитель эволюционировал вместе со всем человечеством. Еще недавно думали, что туберкулез передался человеку от домашних животных, от коров после того, как их одомашнили примерно 6 или 7 тысяч лет назад. Это была господствующая точка зрения. Возможность сравнить ДНК всех возбудителей человеческого туберкулеза и похожих возбудителей туберкулеза животных, то выяснилось, что все было совсем иначе. Довольно необычным образом. Туберкулез появился, видимо, примерно 70 тысяч лет назад в Африке. До этого, конечно, был какой-то родственный ему микроб, который не вызывал настоящего туберкулеза, но был похож на туберкулезного возбудителя. Микобактериум, зеркулинум, палочки Коха. А потом, после того, как этот микроб научился заражать детей, людей, и детей в том числе, он передался от человека животным. Этой бактерией могут заражаться или похожими бактериями, очень близкими, дикие животные в Африке, антилопы, козы, коровы. Ну и тоже эта болезнь распространилась по всему земному шару, когда люди вышли из Африки и мигрировали по этому земному шару. А вот чума, которая до сих пор остается одной из самых грозных инфекций, и в частности потому, что в этом случае достаточно одной единственной бактерии, чтобы человек заразился. А попасть в наш организм она может почти любым путем. Через легкие, через кишечник, через кожу, через укус глазей, и даже через организм глаза, который попадет на глаз. История оказалась совсем другой. Правда, это только одна из гипотез, но все-таки она опубликована в журнале Nature и сейчас считается наиболее правдоподобной. Этот микроб возник где-то в Китае, видимо, среди популяций диких животных, а не людей, скорее всего, сурков. У него ближайший родственник другая болезнетворная бактерия, которая тоже может заражать людей, но вызывает у них сравнительно безобидную кишечную инфекцию, так называемый арсениоз. Оказалось, что этому микробу достаточно приобрести один единственный ген, ген фермента, который может расщеплять белки, разрушать клетки, чтобы у него появилась способность попадать в легкие, размножаться там и передаваться от человека к человеку и от сумка к уху по воздуху. Возникла, видимо, сначала так называемая легочная форма чумы. Затем в гене этого же самого белка произросла замена одной единственной аминокислоты. И две эти случайных мутации позволили чуме вызывать не только легочную форму, но и так называемую бубонную. Такие микробы смогли из легких проникать в кровь, распространяться по ней, проникать в лимфатические узлы, размножаться там, в этом лимфатический узел раздувается, разрастается, становится размером с апельсин, это называется бубон. А такая форма чумы может передаваться от человека к человеку, от животного к животному через укусы блохие, которые выживают и отчасти размножаются, развиваются эти бактерии. Ну вот, возникла недавно, случайно, болеют животные, без лечения 100% заразившихся легочной формой чумы погибают. Бубонные чумы, которая возникла позже, смертность уже пониже, но тоже больше 50%. И сейчас, если вовремя не схватиться, не начать лечение антибиотиками и другие всякие меры, введение антител, то многие заразившиеся умирают. Ну и сейчас мы поговорим про роль этих болезней в современном мире хорриком. За оставшиеся примерно 20 минут. Вот смотрите, средняя ожидаемость от ожидаемой продолжительной жизни. Это вовсе не значит, что все люди доживают до 40 лет и больше не живут. Это значит, что кто-то доживает до 70 лет, но кто-то умирает в 40, а большинство умирает просто в детском возрасте. Дальше все это усредняется, и получается, в среднем, что родившийся человек имеет в среднем шансы дожить до примерно 40 лет. Мы на Россию не будем смотреть, это не всегда особый путь. Послушаем на эту интересную кривую, на вот эту интересную кривую для промышленно развитых стран, типа Англии, Соединенных Штатов и так далее. Вот смотрите, примерно до середины 19 века все было на постоянном уровне. А потом ситуация резко изменилась, и за какие-то 150 лет средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое. Представляете, что же у вас в момент произошло? Оказывается, появилось несколько новых способов борьбы с микробами. До этого основным способом был карантин. До этого додумались давно. А тут сначала возникли привыки от ОСП. Их ввел в широкий обиход такой англичанин Эдвард Джейнер. После этого широко распространилось его спопрививание. Затем немец Роберт Кох открыл, что вовсе не биазмы и испорченный воздух, а бактерии являются причиной большинства инфекционных болезней. А его современник и конкурент француз Ипостер понял, что такое вакцина. Джейнер этого не знал. Он понял, что вакцина это ослабленный возбудитель болезни. А ослабить его довольно легко. В большинстве случаев достаточно некоторое время поворачивать на его на искусственной питательной среде. Почему он при этом ослабляется, это другой вопрос. Значит, мы можем получать вакцины против болезней. Ипостер разработал первые вакцины. Сначала против куриных болезней, потом против очень опасной болезни сибирской язвы. Использовал я в основном для вакцинации животных. А самым главным его достижением было то, что в конце концов удалось разработать вакцину от бешенства вирусной инфекции, от которой умирают все заболевшие, без исключения, до сих пор. Спасти может только вакцину. Параллельно с этим возникли новые нововведения. два врача английский и австрийский догадались, что врачи сами заражают пациентов, перенося на руках микробы. И стали пытаться заставлять врачей мыть руки с мылом, где-то резиновых крышаток еще не было, обеззараживать их карболкой или хлорной известью, дезинфицирующим раствором, стерилизовать инструменты. «О, что тут началось? Какой тут поднялся крик? Как их стали травить все врачи?» Вот этого ученого несчастного затравили насмерть. В результате он сошел с ума и умер в психиатрической больнице. Еще один врач, тоже немецкий, догадался, что очень важную роль играют меры гигиены, что не надо выливать помои на улицу, а надо в городах строить канализацию и водопровод. Это, как ни странно, может, сыграло главную роль в снижении смертности бактериальных инфекций. В самом конце девятнадцатого века двое ученых и опять конкуренты немец и француз догадались, что сыворотка крови переболевшего человека или животного содержит какое-то чудодейственное лекарство, которое помогает убить микробов. И появились лечебные сыворотки. И это сразу в несколько раз снизило детскую смертность от дифтерита, очень опасной болезни. А вот эти двое ученых, которые работали вместе, помощником Эрлиха и работали в Германии, поняли, что лекарства можно синтезировать. Причем эти лекарства должны действовать на конкретном микробе и не действовать на клетке человека. Про это я расскажу на одной из следующих лекций. У них нашлись последователи уже в двадцатом веке. Вот этот человек немец получил синтетическое лекарство стриптоцид, который стал начальником целого ряда антибактериальных веществ. А что сделал Александр Климен? Открыл. Пенициллин существовал всегда. Он открыл пенициллин. Правда, еще десять лет после этого открытия с лишним прошло, до того, как пенициллин научились выделять в чистом виде и синтезировать. Но зато он подоспел как раз вовремя. К 41-му году во время Второй мировой войны спас миллионы раненых и больных. Это было настоящее чудодейственное лекарство. Видите, какой у них всех грустный вид. Жилось им очень нелегко, потому что нелегко быть первопроходцами. Вот, например, на Дженнера рисовали такие карикатуры. Видите, он прививает людей отоспы, а у них вырастают рога, дуняются коровы на руках. Ну, это еще цветочки, это еще шурточки, это можно пережить. Ой! Ну, мне бы хотелось конечно больше о них рассказать, но и было слишком много. Примерно, наверное, 80% здесь находящихся не сидели бы сейчас здесь, а умерли бы от инфекций, если бы не эти люди. Они вас спасли. И про них есть прекрасная книжка. Ее много раз переиздавали, последний раз не дам. Советую, купите и почитайте, это интересно. Если вам нравится читать про всякие болезни и вообще умерли. Так, ну вот, кроме гигиены, очень важную роль сыграла вакцинация. И с помощью нее оспу удалось вообще тереть лица земли. Сейчас нет ни одного больного гостей. А еще в 70-е годы 20-го века в слаборазоватых странах она свирепствовала. Ну и сейчас не все инфекции удалось побороть. Вот только три конкретных болезни умереться. Туберкулез и спид. И вот посмотрите на эту таблицу. Значит, спидом заражено 33 миллиона человек. Умирает каждый год почти 2 миллиона. туберкулеза туберкулезом земного земного шара. Еще недавно они умирали 2 миллиона в год. Но к этому моменту это 2009 год смертность снизилась и она уступила первое место спиду и туберкулезу. Это только конкретные болезни. А если взять смертность от инфекции в целом, то окажется, что во всем мире, по крайней мере еще 10 лет назад, это была вторая важнейшая причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас, может быть, на третье место эту группу болезней потеснил рак. А какие инфекции вызывают наибольшую смертность? Казалось бы, самые безобидные. Грипп, воспаление легких, да кто от них умирает? Небольшой процент, просто заражается ими очень много народу. Просто они очень широко распространены. На третьем месте здесь после спида кишечная инфекция. И до сих пор больше всего детей умирает от инфекций. А в Африке вообще больше всего людей умирает от инфекций. А еще недавно, как вы даже поняли, это было так во всем мире. И сейчас возникают новые проблемы. Почему от туберкулеза так много людей умирает сейчас? Потому что многие фуформы не поддаются лечению старыми лекарствами, а новые очень дорогие. А есть такие бактерии, которые не поддаются лечению никакими лекарствами. Вот на этой карикатуре вот это чудовище говорит «Привет, я золотистый стафилококк со множественной лекарственной устойчивостью, а несчастный американец лопит все, что меня не убивает, делает меня сильнее». Дело в том, что этот золотистый стафилококк может его убить. Ничего невозможно сделать, никакие лекарственные действия. Может быть, справятся с этим помогут вирусы, бактериофаген, потому что устойчивость к ним у бактерий возникает реже. Защищаться бактериям от них сложнее, чем антибиотики. Их начинают интенсивно изучать. Здесь полезная статья, где много важных фактов про инфекцию. Не мудрено, поэтому, что бактерии интенсивно изучают. И активнее всего изучают вот такую в общем безобидную бактерию кишечную палочку. Обычно она мерно живет у вас в кишечнике. Это факультативный анейроп. Никому не мешает, но и не помогает. Правда, если к вам кишечник попадет чужая кишечная палочка, или какой-нибудь предоносный аж там, то она может вызвать довольно тяжелую кишечную инфекцию. Но изучают ее не из-за этого, а из-за того, что его просто очень легко культивировать по сравнению со многими другими бактериями. И вот на этой вот благовидной крошечной бактерии было сделано большинство самых важных открытий в макулярной биологии, а значит и во всей биологии вообще. В частности, именно на ней были исходно разработаны методы генной инженерии, о которых надо рассказывать отдельно. Кроме того, на бактериях можно ставить такие эксперименты, которые невозможно поставить и на каких-то других живых существах. Вот, например, недавно на них начали изучать эволюцию в широких масштабах, и со временем начала этого эксперимента, а он длится примерно 25 или 30 лет, сменилось, и сейчас уже, наверное, почти 100 тысяч поколений бактерий. И за все это время были прослежены все мутации, которые у них возникли. Очень интересные статьи, советую. Ну и, наконец, именно с бактериями делают сейчас довольно страшноватые эксперименты по получению искусственных живых существ. Первый шаг на этом пути уже сделан. Одной бактерии в мекоплазме человека пересадили ДНК из другой бактерии, которая поражает коз, и таким способом один вид бактерий превратился искусственно в другой. Что из этих экспериментов в ближайшее время получится, никто, конечно, не знает, но еще спасибо.